Россияне на Украине сейчас нежеланные гости. Например, ивановский журналист Алексей Котляр пытался поехать на Украину и даже приобрел авиабилеты. Но украинская сторона ему отказала. Впрочем, запрет на въезд туда сейчас закрыт не только для журналистов, но и для всех мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Однако уже несколько дней ивановские микроблогеры активно обсуждают поездку оппозиционных активистов Виталия Аверина, Андрея Спиридонова и Аллы Новиченко в качестве наблюдателей на выборы президента Украины. Двое последних сейчас находятся в Одессе. На выборах мы представляем открытую Россию Ходорковского, написал Андрей в своем микроблоге. Вопрос, каким образом ивановские оппозиционеры попали в качестве наблюдателей в Одессу и отправились на Украину именно от структуры бывшего олигарха, твиттеряне ответили, что сами заявку подавали в ЦИК Украины. И, судя по всему, проблем у Андрея Спиридонова с пограничниками не было. Чем вызвано такое благодушие к русскому гостю, остается только догадываться. Спиридонов горячо поддерживает новую киевскую власть и даже установил в качестве личной аватарки желто-голубой флаг. Из достоверных источников нам стало известно, что прокуратура вынесла Андрею Спиридонову предостережение о недопустимости совершения преступления. Речь идет о статье 282 Уголовного кодекса Российской Федерации. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.